Смотрите-ка, на красный не хотел брать, а на темную, пожалуйста, первая сорожка сегодняшнего дня. Итак, можно начинать. Всем здравствуйте! Привет всем, снова с вами Сахалинец. Итак, у нас сегодня 23 марта и я был в гостях у Кузьмы. А следовательно, мы ловили на Волге. Ловили в основном на безматылочную снасть, но при этом у меня больше попадал сорога, причем были хорошие экземпляры, а у Кузьмы в основном окуни, причем тоже были очень здоровые такие полсатые мазафаки. Вот, но что и как смотреть в этом видео, поехали! Первая сорожка была поймана вот на такой вот стандартный латунный гвозди-шарик. Хотя до этого пытался красненьким и поклевок не было. А тут поставил на первой же проводке, не знаю, это совпадение или нет. Будем посмотреть. И еще одна. Судя по удару, это... А, нет. Хотел сказать, что судя по удару, это сорога. Нет, это маленький. Вот такой вот расщеперенный волжский окушок. Что ж. Где мелочевочка, там может быть и покрупнее что-нибудь проклинется. Хотя, знаете, перед тем, как ловить на безмотылку, я пробежал по лункам с блеснильником. Попробовал на балансирчике, на блесенку повыдергивать здесь окушко. Но ни единой потычки не было. По всей видимости, мне больше нравится именно мормышка. Ну что, бывает и такое. Тем временем, Кузьма что-то там на колоднике подзавис. И это интересно. Еще одна подача. И очередная сорожка. Работает тот самый латунный гвозди-шарик. Но не яркий, не такая яркая латунь, а темненький. Кузя предупредил, что здесь можно вплоть до черного использовать. Предложил даже, может быть, шарики покрасить маркером. Но что-то слишком черное не хочу. Нашел самый темный у себя из латуни. И смотрите-ка, работает. Так. Навстречу идет Кузьма. Я думаю, он нам сейчас что-нибудь расскажет. Как там дела обстоят в колоднике. Показывает тихо, мол. Судя по загадочному лицу у Кузьмы, он собирает манатки и куда-то ролит. Нет, я сюда пришел. Ну что ж, говорит, что рыба есть, но не активная. Так что лучше, как говорится, синица в руке или сорога, но без мотоку, скажем так. Вот, пожалуйста. Зачем нам за какими-то призрачными рыбами гоняться, когда можно половить замечательную плотвичку. Проводочка спокойная, не спешащая. Смотрите-ка, на подъеме. То есть, не могу сказать, что она где-то берет, возит, да? Но недалеко от него. Ну, вот это похоже на окушко. Ах ты ж, черт, сошел. Ну что такое активное, активное прям билось. Обидно. Вот, смотрите, на такую бешеную тряску и сорога, блин. Неожиданно, неожиданно. Такую проводку использовал, чтобы привлечь окуня. Ну, не скажу, что такая уж крупная сорога, но она клюет регулярно и не дает скучать. Течение практически отсутствует. Погода отличная. Настроение с каждой минутой все лучше и лучше. Ну что? Видно что-нибудь? Ну, вот Кузьма говорит, что пробежался с камерой и, в принципе, то там, то сям. Понемножку рыбка гуляет. Ух! Вот это что-то хорошее. А вот это испытание уже для лески, ребята. Ох, что-то загуляло, загуляло, загуляло. Ох, 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 ох. Тихо, 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 тихо. А вот это уже называется весенняя сорога. Испытание для лески. А леска у нас старлайн 0,10. Так, такую рыбину, наверное, надо куда-то прятать. Что-то у меня затряслось. Все это, мандраж начался, и поэтому, как говорится, а у нас с собой было. Так, где-то у меня было с собой сегодня успокоительное. Вот. Я сегодня не за рулем, поэтому можно, в отличие вот от этого человека. Кстати, этой фляжки уже лет, наверное, 10, даже более. Мне ее подарили мои коллеги-девчонки, когда я увольнялся из Митлужского отдела культуры. Вкусняшка. Ну, за рыбалку. Я понятия не имею, сколько вытасороженки граммов. Ну, вот офигеть, как круто. Вытаскивать ее просто одно удовольствие. Оп! Блин! Вот это я понимаю. Вот это рыбалка. Мы почему сюда приехали-то? Потому что Кузьма в прошлый раз здесь неплохо отловился. Но самая фишка в том, что он в своем ящике оставил несколько рыбешек. Вон там они появятся трубики. Вот. Говорит, аромат из ящика идет вот прям вот непередаваемый. Кстати, лунка, на которой я сижу, это тоже его. Прям в прошлый раз он здесь ловил, я просто взял, освежил ее буром. Ух! Это что такое было? Хорош как удар был. Ну, что такое мимолетное? Может повторится? Ну, давайте посмотрим вот на это вот. Это принимающая сторона. Это сам Кузьма Евгеньевич, благодаря которому вот все сейчас происходит. У которого водится славная сорога, но не на славной мучени. А может, у сорога есть камера? В эту сторону тоже, когда она крутится прям. Я пока... Опа, есть. Ага. Я пока что-то делал. Вот, нормальный кушок такой. Пятнистый. Нажеранный. Что я про что рассказываю-то? Не знаю. А, пока фотографировать сорогу собирался или что-то делать, у меня просто валялась удочка и я бил пару раз на стоячку, на гвозди шарик. Ну, это идиотизм полный, конечно. Регулярно бывает. Но просто если задуматься, вообще... Опа. Прям интересно, так играешь, играешь, потом бац, старожок встал. Ага. Тут мазафака какой-то. Да, гиган. Недавно здесь же пытался ловить на мормушке другого цвета. Поклевок не было, как будто бы рыбы здесь нет. Вернулся к темному латунному шарику и оказалось, рыба есть. То есть, в данном случае по всей мести либо цвет, либо размер рулит. Но факт остается фактом. Кстати, многие заметили, наверное, то, что у меня кивок очень сильно перегружен. Просто у меня в основном снасть заточена где-то под 0,3-0,5 граммов мормушки. А так как выехали на Волгу, решил поставить потяжелее. Если не ошибаюсь, тут больше грамма, наверное, в этом углазе шарики. Вот. Ну, смотрите-ка. Сорогу это нисколько не смущает. А следовательно, игра у нас правильная. Продолжаем лазить рыбу и радоваться рыбалке. Отдельная песня, как мы с нас добирались. Ну, те, кто смотрит мои ролики, знают, что обычно, когда мы с Кузьмой приезжаем на Волгу, то это поездка на мотособаке. В этот раз это была не поездка, а просто песня. Причем песня в стиле трэш. Такой тяжелый металл. Кузя ехал достаточно быстро. Вот. Хорошо, что он в санях переделал сидения, сделал их более низкими, поэтому центр тяжести стал пониже. И перевернуться был шанс поменьше. Но! Это что-то было. Мы прыгали на качкарниках, меня сзади в этих санях, как соплю на ветре, в широколе, в горизонтальной и в вертикальных плоскостях. Я думал, ну, вцепился в эти сидушки так, что, наверное, я их вырву как-нибудь на очередном подскоке. Пару раз даже валил, боком наваливал. Короче, не поездка, а такое незабываемое впечатление. Ну, добрались, слава богу, хорошо, без последствий. Тем более, если навернуться, это вам не мордой в пушистый мягкий снег, а на жесткие, вот этот вот наст, лед. Ну, короче, физиономию можно было бы достаточно неплохо покоцать в случае падения. Но, вроде, пронесло, добрались живыми и невредимыми. Очередной загиб, ударчик и новый, вот такой, добрый сорожняк извлечен из его естественной среды обитания. Походу, у меня реально рыбья жареха намечается. Давно я не ел жареных сорожек. А тут и котам хватит и нам с девчонками. Что-то сказать. Рыбалка? На Волге? Нет, я, конечно, надеялся, что я сегодня неплохо порыбачу. но о таком чтобы не сглазить я даже не мечтал. Еще бы очень хотелось конечно попробовать окушка половить. Не зря же я блесненьки взял. Но пока клюет плотвичка, будем ее ловить. Ну и коротко о погоде. Сегодня солнечно, без осадков. Температура не знаю, около нуля наверное, достаточно тепло. Временами есть порыв ветра. Но в основном ловить вполне комфортно. Так что весна, весна, да еще такой клев. День сегодня прекрасный. Ох, хорош такой с ударчиком и загибом хороший сражняк. Ох, приятственный. Несмотря на то, леска тонкая, мне кажется, что она достаточно прочная. То есть я такую сорожку среднего размера вполне нормально поднимаю из лунки и не бздю, так сказать. Хорошая монофильная леска, мне нравится. Вообще наступает такой момент, когда хоть разорвись. С одной стороны, конечно, хочется побегать, поискать рыву, но с другой стороны, куда нафиг бежать, если здесь клюет. Вполне возможно, что побежишь в поисках рыбацкого счастья на бурю, шелунок, а там ничего нету. И здесь клев прекратится. Потому что посижу-ка я наверное еще здесь поиграю мормышкой и как это совсем скучно станет, пойду на поиски новых мест. Вот там впереди кузьма сидит, вроде бы как руками немножко машут. Как все-таки приятно ощущать поклевочку такой увесистой мерной плотвички. Играешь, играешь, потом будь, такая тяжесть на конце лески. Кайфу, ли? Камеру сегодня даже не доставал, мол, реально лень. Напарник провешал, говорит, да, встречаются рыбины. Ну, что смотреть? Вот мы видим, что здесь где-то рыба есть. Как-то набегами бывает поклевки, 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 потом опять сидишь, вымучиваешь по несколько минут один хвост, но все равно не скучно нисколько. Ох, и нифига себе. Окушок, и на что окусь? Вот эти ты показывал коричневый с красным на безмотылку. Офигеть, здесь значит где-то, да? Короче, ситуация, говорит, Кузя, бурить старые лунки, их недолго бурить. И, короче, у меня тут эта фигня сейчас отыграла прям по зубам. Зубы целые, губичу разнес. Вот, советчик, блин. Я ему за это больших рыбов поймаю, на его желунках. Вот так-то. И так сходил поискать рыбу и разбил себе губу, оборвал хороший балансир и не видел ни одной поклевки. Так что плюнул, вернулся на старую лунку. Может, сейчас орошка не убежала отсюда. была подача, но просто атаковал и опять впустую. А может быть, какой-то мелкий окушок играется. кого-то вытряс. Сорожонка небольшая. Следующий сход. Хотел сказать, что паровозом пошло, но нет. Вот сейчас не характерно, сейчас а и рыбы не характерны. Хотел сказать, что кивок пошел вверх, а не вниз. Вот какая-то, я не знаю, беляшка. Какой-нибудь недалечь, наверное. На высоком подъеме что-то хорошенькое идет. Ух, что-то хорошенькое. Так. Я, кажись, нарвался на лечховую стаю. Сейчас лавровки будем собирать. О, есть. Давай, давай, аккуратненько, аккуратненько, мигвана. Сошло, что-то сошло, но что-то хорошенькое. Дело в том, что опустился на большую глубину, здесь свал с косы идет. Ну и думаю, что может быть что-то покрупнее появится, но сход очень жалко, что сошло. Это что-то миленькое. Мазафака полосатый. Пойдет к пацанам. С лишним. Кого-то вымучил. Монстер. Что это? Это рыб. Окунь. Не то, что у тебя там в ящике валяется. Вот он настоящий окунь. Луский. Есть. Лунка реально золотая, блин. Посмотрите. Весенняя классная плотва. Кайфули. Берет так аккуратненько. Некоторые с ударчиком прям тычка так чувствуется. А некоторые вот видешь, видешь, потихонечку раз, сторожок он же кивок застыл, делаешь подсечку, на тебе висит. Нет какой-то системы. Кто-то вперед возле самого дна. Некоторые вот, вот, пожалуйста. вот это что-то опять хорошенько идет. Я не знаю, для меня это подлещик, но Козе говорит, что это густера. Я думал, что он лучше знает что-то залиба. Но для меня все равно подлещик. И поклевка заметьте была достаточно высоко, сантиметров 20-30 наверное. Ух ты. Вот это да. Вот эта поклевка была вообще неожиданная, потому что о, ракушок. Ракунерик. Неожиданная поклевка была, потому что у меня тут немножко запуталась леска, я пока пытался ее отцепить. Я мормушку не анимировал. А он взял и клюнул мазафата. Ну, я не претензию пускай клюет. Я только за. надеюсь, что звук пишется нормально, потому что задувает ветер. Я уж и так стараюсь прятаться от него. Надел поролонку на один из микрофонов. Но если будет звук с помехами, то извините уж. Кто-то у нас идет. Ай, идет у нас сорвежина. Ну, таки тянет на эксперимент, но неужто на другую не будет клевать. Поставим ярко-красный такой ядрёно мормышку. Тем более, в прошлый раз Кузьма говорит отлично плотва клевала именно на вот такой красный шарик. То я понимаю, конечно, на латуньку хорошо клюет, но хочется и на другой попытаться ловить. Проверим. Если не ошибаюсь, была поклёвочка. Нет, ребят, на красный тоже ловится. Чуть-чуть выходи, выходи. Пожалуйста. Сменил не только мормышку, но и удочку. Предыдущий был Алекса. Это талисман рыбака. Хорошие убедилки. Удобные, чуйские. Угу. И еще одна. То есть, в принципе, красный цвет ей тоже вполне нравится. Ух! хорошее. что-то идет. О, хорошее, хорошее. Хорошая. Практически на паузе взяла. Ну вот, неужто не будет работать мой любимый глазий-шарик кошеглазий, который в кофе с молоком. Ну, как так-то? Ну, уже один из самых лучших у меня в арсенале. на первой проводке. Ну, по всей имости, смена цвета помогает расшевелить рыбу. Смотрите, сначала лопунку ловил, потом перешел на красный, сейчас на такой вот молочно-белый. То есть приходится постоянно играться цветами реманок для того, чтобы соблазнить рыбу на поклевку. Но зачастую это работает. Ох, вот это хороший удар был. Вот это вот прям подача-подача. Ох, вот это вот отца машинка. Ха-ха-ха. Ну. вон какая красавица. На небольшую мормышку. Не хотит на белую, захотит на красную. Хе-хе-хе. Тьфу. Соплюха. Это наверное та, которая мне кивок поднимала. Ну, пожалуйста. Не хочет на красненькую, захотела на латунку. То есть меняем, 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 пробуем, пробуем, пробуем. На что они доклюнуты? Хотя клюв здесь конечно уже такой слабенький. Надо сказать, что лунка не бесконечная. Но сколько здесь рыбу уже можно таскать. Так что скорее всего надо менять место и пробовать что-нибудь другое. Но перед этим необходимо покушать. И в очередной раскилок остановлен прекрасной позицией. В общем самое сложное это поднять жопу с ящика и прекратить мормушить. Но сделать это крайне сложно. Потому что думаешь блин вот пойду на другое место. А там клепать не будет. А здесь уже займут. Жадность. Вот она жадность. И главное сидит рыбу вокруг не видно. Ой а кушок за защитники и пырный театер. Так ну это надо его обуривать. Короче вот так вот и передают свои идеалы. Кузьма который меня подсадил на безмотылку теперь говорит Вадя лови на мотыля. Короче вообще не знаю как ты с соплями его насаживаю ай бесит вообще капец бест кузьма посоветовал говорит иди здесь лови на первой же проводке сошел собака короче возникла теория о том то что окунь клюет потому что ему нечего закусывать поэтому на ну ладно скажем что-то как это называется преподношение поди и ждем поклевку нет там чисто закусь и чахи раки клюнет вот смеху будет в общем в решето тут избурили всю округу лед толстенный бурить его заколебился но кузя говорит что рыбы здесь много надо бурить пробовать человек податливый поэтому соглашаюсь и бурю очень хочется чтобы старания окончились поимкой жирного окуня но реально он здесь есть в общем потратила кучу времени на поиски этого окуня в камеру его показывает в камере он есть но жрать он падла не хочет хотя у кузи вот были поклевки причем такие хорошенькие окушки попадались вот думаю все хватит уже что я там буду мучиться когда не клювает надеюсь то что здесь еще сорожка осталась пробуем хотя бы ее половить есть ну точно лучше сорока с ладошку чем полкилограммовый окунь где-то в колодах все душа таяла душа запела хорошая подача хорошая да однозначно жарехе сорожье быть что-то ходит хорошее что у нас сорожняк о сорока курва я передоли сорока хе-хе вот это подача вот это подача вот это да вот это красота как она видит этот темный глаз шарик я черт его знает но видит смотрите и так подытожим разбитая губа оп сейчас подождите сначала рыбну мы давайте немножко подытожим разбитая губа оборванный балансир и сломная удочка это не что по сравнению с тем удовольствием которое я сегодня получил прям вообще кайфовая рыбалка ну сами все видели вот а что ловлю на сегодня последнюю рыбку ну и пора наверное заканчивать оп а вот она вроде бы есть вот вот что мне удалось сегодня поймать в течение дня я думаю что достаточно неплохой улов сороги особенно вот эта штука но есть один нюансик вот то что умудрился поймать Кузьма Евгенич там ну и там еще один топ-5 ребят посадки я хер узнает как он это делает но делает он достаточно неплохо у него в основном это окунь у меня сорожняк ловили на одном и том же месте дальше думайте сами с вами был Сахаринец пока-пока 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 сахаринец